Всем привет! Продолжаем погружаться в свойства неорганических соединений, ну и сегодня на рассмотрении у нас сера. На самом деле сера ассоциируется у меня с каким-то таким персонажем. Она вся такая шебутная, быстрая, шустрая, у неё волосы развиваются назад. Возможно, эта ассоциация связана ещё с тем, что соединения серы, они весьма пахучи, и издалека как бы чувствуется, что кто-то работает с сероводородом, например, даже если это там на другом конце коридора в лаборатории. В общем, сера довольно неоднозначный такой элемент. Сегодня мы в этом с вами убедимся. Ну, и если вы готовы, поехали! Традиционно сначала разберёмся, где нам это пригодится. Ну, естественно, в заданиях номер 8 и 9, там, где нас спрашивают конкретно про свойства неорганических веществ. Но в результате того, что соединения серы сильно распространены и в жизни, и в частности в ЕГЭ, информация, которую вы сегодня получите, пригодится вообще-то во всём блоке с неорганикой. И довольно так плотно сера въелась практически в каждое задание из этого блока, включая расчётные задачи. Ну, и, естественно, общее понимание химии и жизни прокачается. Вы знаете, я всегда за это ратую. Не будем долго тянуть. Давайте сразу познакомимся. Кто такая сера? Ну, во-первых, это не металл, естественно. Располагается она в третьем периоде, в шестой группе, главной подгруппы. Мы с вами разбирались недавно с галогенами, это седьмая группа, и там мы обращали внимание на то, что сразу несколько элементов из одной группы называют одним общим словом галогены. Вот для шестой группы тоже есть такое общее слово, это слово халькогены. Если галогены это рождающие соли, то халькогены это рождающие руды. Действительно, соединения, точнее элементы из шестой группы, главной подгруппы, они встречаются часто в природе в виде руд, и поэтому они получили такое название. Единственное, что халькогены слово не так распространено, особенно в школьном курсе, в универе, то вы с этим точно должны будете быть уже знакомы. Но на всякий случай имейте в виду, что серы, вот, например, представители халькогена. Немножко про физические свойства скажем. Агрегатное состояние у серы твердое вещество, желтоватого такого цвета. И, кстати говоря, вот что интересно, сама сера чистая вообще никак не пахнет. Вот соединение серы, там прям обвоняешься, а сама чистая серы никак не пахнет. Я знаю, что много заблуждений с этим связано, потому что, вот, говорят, ушная сера, как будто у нас в ушах прямо сама сера находится. И вот этот вот запах характерный относит к запаху чистой серы. На самом деле, чистая сера практически вообще не дает никакого специфического запаха. Ну, температура кипения высокая, 444 с лишним градусов Цельсия, температура плавления варьируется в зависимости от того, с какой аллотропной модификацией мы имеем дело. С аллотропными модификациями у серы интересная ситуация. Сера вообще рекордсмен по аллотропным модификациям. У нее их больше 30 штук, и это только известных, изученных. На самом деле, там прям, я думаю, что бесконечное количество. Связано это с тем, что сера... Сейчас сразу включу маркер, чтобы рисовать. Сера способна к образованию СС-связей гомоатомных, вот таких зигзагообразных. И за счет вот этой своей способности она может рождать, ну, кучу всяких вариантов расположения этих атомов в молекуле. Причем, если, например, у кислорода, да, вот мы разбирались с вами, да, совершенно четкая была какая-то корреляция, да, вот у нас есть кислород О2, озон О3. У серы такого нет, у нее нет в большинстве модификаций статичного количества атомов в молекуле. То есть у кислорода мы всегда знаем два атома в молекуле, вариантов других нет. У озона три. Все, четко, однозначно. У серы же в аллотропных модификациях это вот число может варьироваться. И именно из-за вот такого непостоянства все аллотропные модификации серы, ну, как-то не рассматривают, прям сильно серьезно, останавливаются на трех самых основных. Это ромбическая, моноклинная, пластическая. Ромбическая это на самом деле С8. То есть восемь атомов серы, находятся они в форме восьмиугольника. Представляет из себя такая модификация серы, светло-желтый порошочек, ну, иногда вот этот порошочек немножко слепается в такие как бы кристаллики, что ли сказать. Моноклинная сера это тоже С8, но уже в форме короны. Не знаю, можно ли сейчас произносить это слово так, чтобы никого не затриггерить, но, в общем, вы видите, да, что действительно такая как будто бы корона образуется из этих восьми атомов серы. Ну, и внешне моноклинная сера уже выглядит совсем по-другому. Это желтые иглы. Такие прямо явные кристаллы, никакой не порошочек, а прям такие, ну, игольчатые кристаллы, говорят. Ну, и пластическая сера. Видите, СН, потому что в один знаешь, сколько там этих атомов в одной молекуле бывает. Даже С2, С4, С6, С8, то есть какое-то кратное количество, как правило, для серы возможно. Ну, и огромные тоже бывают спиральные цепи. Ну, располагается сера там как раз вот так вот, как я вам здесь нарисовала, такими зигзагами. И представляет это дело из себя темно-желтую массу. Такую резиноподобную. Вы можете ей придать фактически любую форму, но пластическая сера, к сожалению, не очень устойчива. Сейчас про это попозже поговорим. Вот вы тут видите, везде написано С8, С8, что-то СН. Я тут упоминала какие-то С2, С4. А в реакциях мы пишем просто С. Это действительно так. Не заморачиваются. Не только в школе, но и вообще в химии пишут просто серу, потому что, ну, не все так однозначно с лотропными модификациями. То есть, если кислород мы можем написать только О2, какой-нибудь там галоген, только двухатомный, иначе ошибка, то серу мы пишем просто серу. Вот вам, пожалуйста. Это знаете, как с фосфором. Фосфор ведь тоже пишут вот так. А вы будете проходить, на самом деле, есть белый фосфор, П4, есть П10 фосфор, а лотропные модификации тоже на них забивают, пишут просто П. Вот с серой такая же история. Теперь немножко про, ну, как бы реальное существование этих элотропных модификаций. Вообще, при комнатной температуре устойчива ромбическая сера. Вот то, что мы поднимаем под серой, это именно ромбическая сера. При нагревании она плавится, естественно, получается такая желтая жидкость, то есть расплавленная вот эта ромбическая сера. Если мы продолжим нагревать дальше, то образуются полимерные цепочки. То есть вот эти вот СС, вот одна такая была цепочка, вот она параллельная какая-нибудь, вторая пошла, и вот они еще все между собой вот так пересеклись миллион раз. И за счет этого густота прибавилась, образуется такая, ну, как бы была у вас легко текучая жидкость, а стала густая масса такая. Теперь, как получают, в общем, она клинную и пластическую. Все зависит от того, как мы вот эту вот расплавленную ромбическую охладим. На самом деле этот опыт очень красивый. Я помню, что мы делали его, кажется, на первом или втором курсе. Вот жалко, что у меня нет никаких материалов и фотографий, и сейчас доступа к серии нет в лаборатории, в которой я работаю. Но вообще это, ну, так забавно и интересно выглядит. Если мы будем медленно охлаждать, мы получим моноклину. То есть вот оставить охлаждаться вот эту расплавленную жидкость, да, и у вас кристаллики прям образуются, моноклинные серы. Вот они, пожалуйста, такие, желтые кристаллики. Если быстро охладить, ну, как делают? Берут в стакан с холодной водой, махом выливают. Получается пластическая сера. Вот она как раз вот такими вермишелинами образуется, резиноподобными в этом стакане. Вот. Но и моноклинные, и пластические неустойчивы, и они вообще при любой возможности сразу стремятся туда опять вернуться, в свою любимую моноклинную, ромбическую, которая при комнатной температуре лучше всего себя чувствует. Ну, хорошо. Немножко поговорили с вами тут про общую информацию. Давайте теперь прям к химии. Сера как элемент. У серы 16 электронов. И располагаются они вот таким образом. Тоже только внешний уровень я вам нарисовала. Не стало тут уж 1С, 2С, 2П. Я думаю, вы в этом во всем разбираетесь прекрасно. Выглядит сера в основном состоянии именно вот таким образом. У нее два неспаренных электрона. Стало быть, ну, основные такие для нас степени кислений должны быть минус 2, 0, плюс 2. Ну, на этом сера не останавливается. Она может вот эту парочку распарить. А что, свободная комната-то есть? Пожалуйста. Все, выпянули, пошел сюда. Получилось 1, 2, 3, 4 неспаренных электронов. Вот вам, пожалуйста, плюс 4 степени кислений. Ну, на этом тоже мы не останавливаемся. Вот у нас еще парочка, которые тесно. Мы их тоже распарили, эти электроны. Получили 6 неспаренных. Итого вот вам, пожалуйста, образовалась степень кислений плюс 6. Как это все выглядит дело? Вот таким образом. Ну, 0. Это вы все знаете, простое вещество. Мы записываем как вот так, вот прямо не паримся. Минус 2, тоже хорошая, стабильная степень кисления. Сероводород и сульфиды. Калий-2С, барий-С, какой-нибудь алюминий-2С3. Ну, в общем, все соли, сульфины. Плюс 2 степень кислений есть. Ну, она, вот видите, естественно, она здесь разрешена, как бы, пожалуйста. Но она нестабильная. Соединения тоже подобные есть. Это галогенины. В основном хлорид серый, бронид серый. Но, ну, не любят. Серый это степень кислений. В школьном курсе это не особо рассматривается. Мы с вами вот в дальнейшем, когда про свойства будем говорить, буквально одним словом затронем и дальше пойдем. Ну, в общем, степень кислений плюс 2 такая нестабильная. И, в общем, в школьном курсе практически можно сказать, что ее и нету серой, потому что никак не оговаривать. Ну, плюс 4, плюс 6, вот, пожалуйста. Вот тут вот прям серая разгуляется. Ну, во-первых, оксиды, СО2, СО3 кислотные. Соответствующие этим кислотным оксидам кислоты, H2, СО3, H2, СО4. Ну, и соль, естественно, да, сульфиты и сульфаты. Все. Как серу получают? В реальности, в промышленности ее получают из самородных руд. Вот такие они красивенькие, всякие разные. Там, ну, есть определенные свои правила, это химическая технология, нас пока дело с вами не касается. Нас касаются больше такие, ну, более лабораторные способы и ЕГЭшные варианты. Ну, вот, например, нагревание перита без доступа воздуха, то есть мы его не воздухом окисляем, иначе, потому что СО2 получится, если кислород добавится. Воздух это что значит? Значит, кислород. Раз кислород будет СО2. Нам такое не надо. Поэтому мы просто нагреваем и получаем серу. Что здесь важно? Ребята, вот эта вот штука, я прямо вот сюда даже напишу, называется перит. Может быть, вы уже это где-то знаете, слышали, тогда классно. Если нет, то вот запомните, потому что это такое тривиальное название, часто используемое, и в ЕГЭ оно вам будет встречаться. То есть могут прям так и не писать сульфид железа, могут так и написать перит. И вот пойди догадайся еще, что такое перит. Поэтому запомните, это вот тот случай, когда прям важно знать тривиальное название. Еще можно получить окисление сероводорода. Ну, здесь все, все просто. Мы окисляем сложное вещество, кислород. Теперь, смотрите-ка. Мы с вами всегда как записывали? H2O это понятно и СО2. Вот чтобы до СО2 не дошло, нам нужно при недостатке кислорода это сделать. Ну, сама реакция, конечно, стремится сразу в СО2, но это решается какими-то специальными технологическими прибамбасами на производстве. Нас это не так сильно касается. Нам важно понять, что вот просто если мы возьмем недостаток, то не до СО2 окислится, а до серы. И вот здесь в этом моменте остановится на степени кисления 0. Дальше не пойдет. Ну, и еще один способ получения это из отходящих газов. Что такое отходящие газы? Это вот то, что дымит из труб заводов. Это вот это вот все с производством. Ну, отходы металлургии, коксовой промышленности. Везде там есть вот эти сероводород и сернистый газ СО2. Чтобы их просто так не сбрасывать, иногда получают серу. Ну, понятно, что более выгодно, наверное, перид нагреть. Перид у нас есть как минерал. Вот накопать его можно, сходить на соседний двор, условно говоря. Ну, и, пожалуйста, вам разложить, да, без доступа кислорода. Но просто для того, чтобы не выбрасывать вот эту вредятину всю в атмосферу, иногда получают и серу. Таким образом, в некоторых странах нагреваем, катализатор вводим. Что у нас получается? У нас получается, на самом деле, ОВР. Здесь-то у нас было минус 2, здесь у нас плюс 4. И то, и то сошлось в степени кисления 0. Вот вам, пожалуйста. Это то, что касалось получения. Здесь вариантов не так много. Вот теперь переходим к химическим свойствам. Ну, и первое, с чем реагирует сера, это с металлами. Причем, общая схема какая? Сера будет окислителем, металл будет восстановителем. В итоге мы получим соль, мы получим сульфид какого-то металла. Здесь есть четкое разграничение. Вот с щелочными металлами и внезапно с артутью сера реагирует без нагревания. Мы получаем сульфид. Ну, вот в данном случае сульфид натрия я вам привела и сульфид ртути. На самом деле, внезапно, действительно, что с артутью, хотя артуть вроде такой, ну, как бы неактивный металл, да, он там вообще находится где-то на задах в ряду активности металлов. Но он реагирует с сферой, вот вам, пожалуйста, без нагревания. И это свойство очень хорошее, потому что это нас спасает. Например, ну, сейчас уже, конечно, артукных градусников не так много, хотя они более точные, чем вот эти вот термометры электронные. Ну, лично, на мой взгляд, я вообще не переношу эти электронные штуки. Фу. Я вот, ну, видимо, такая уже старушка, которая раньше была лучше. Вот у меня уже такое что-то началось, и я за артукные термометры. И вот если вы, не дай бог, разбили артукный термометр, и у вас артуть с этими капельками распространилась там по полу, естественно, да, нужно вызывать специальные службы, чтобы они эту артуть у вас все собрали обязательно. Но как можно поступить, пока вы ждете эту службу, серой засыпать, и у вас вся артуть, артуть чем опасна? Парами, парами ртути. Сама жидкая артуть-то ладно, а вот пары, они совсем небезопасные, скажу мягко. Засыпать серой очень быстро прореагирует, ртуть свяжется в сульфид ртути, и никаких воров не будет. Вот. Это такой вариант. Сейчас вот, кстати, про ртуть все паникуют, что она супер ядовита, ядовита, это все небезопасно, токсично. Вот на химфаке, кстати говоря, пока еще это свойство ртути не было открыто, все с артутью работали спокойно. Вот, например, в аналитической химии вообще есть крутой электрод, ртут накапающий, там просто ртуть капала, и люди работали целый день за этим электродом, и все было нормально. И на общем практикуме студентам давали работать с артутью без всяких защитных штук. И причем студенты, ну, знаете, как это обычно бывает, что-то где-то разбил, что-то где-то еще. Артуть, она же, ну, такими капельками собирается. И там студенты так и делали, а, взяли там под парку куда-то, под ламинат засунули, чтобы, главное, препод не заметил. И в итоге потом открыли, что дело все ядовито, это сразу быстро прикрыли, работать с артутью запретили. И на химфаке до сих пор у нас, до сих пор, представляете, сколько лет прошло, находят вот эти вот капельки ртути, ну, они такие собираются, в шарики, да, шарики ртути, под ламинатом где-то, под мойками, где-то еще, в каких-то завальниках, то есть они там все еще есть. И ртуть, ее все утилизируют в специальных баках, артуть же тяжелая, эти баки тяжелые, и этих баков можно в год вывозить официально определенное количество. И вот на химфаке их настолько дофига скопилось, что они до сих пор там эти баки лежат в подвале, куда запрещено заходить, в общем, с артутью дела довольно интересно происходят. Хорошо, с щелочными металлами и с артутью без нагревания. Надеюсь, запомнили из-за всех этих моих дополнительных историй, пусть у вас ассоциация состроится сразу. С остальными металлами нужно нагреть, придется постараться, там, железо, вот, алюминий, например, нужно нагреть. А с золотом и с платиной сера совсем не реагирует, То есть прям вообще, сколько греет, не греет, никак не реакция не пройдет. Дальше поехали. С неметаллами. Здесь давайте разберемся отдельно. Вот у нас сера, я вот ее как-нибудь вот так обозначу, да. Мы рассмотрим два подвида, да, реакции с неметаллами. Первый, это если неметаллы с более низкой степенью укисления, то есть вот эти вот, ребята. Здесь какая будет схема. Сера снова будет окислителем, неметалл будет восстановителем, Ну и, соответственно, у нас получится сульфид, точно так же, как и в предыдущем, да, варианте с металлами. Ну давайте распишем реакции, да. Сера с фосфором даст нам П2С3, ну именно в такой степени окисления, ну это не так популярно для ЕГЭ. Сера с углеродом даст сероуглерод, СС2, вот это уже, ну, почаще так встречается, но все еще не так часто. H2S это вообще встречается суперчасто, ну сероводород такое популярное соединение серы, поэтому запомните. Ну и серость с кремнием тоже не часто встречается, ради справедливости я здесь указала, какое конкретно соединение будет. Ну, вы знаете, да, что углерод и кремний вообще сильно похожи. У нас такая ситуация наблюдалась, когда мы разбирали свойства галогенов и писали реакцию с тем и с тем, когда мы свойства кислорода разбирали, писали с тем и с тем реакцию, всегда в плюс 4 будет стремиться, степень кисления плюс 4, и углерод, и кремний. Вот они в этом плане очень похожи. Второй вариант, это если вот у нас сера реагирует с неметаллом с более высокой электроотрицательностью, что получится? Сера уже будет восстановителем, поскольку она послабее, неметалл будет окислителем, но и образуется уже не сульфид, образуется уже что-то, ну, в зависимости от того, с кем мы реагируем, с каким конкретно неметаллом. С галогенами, с бром-хлором реакция есть, и здесь получается вот эта вот самая нестабильная сера плюс 2. На самом деле у этой реакции есть куча всяких тонкостей, но на самом деле вот это вот в ЕГЭ не особо спрашивают. Вот с галогенами, ну, опускают этот момент, как-то не спрашивают, просто имейте в виду, что сами реакции в принципе нет. А вот с кислородом, с фтором знать важно. Ну, с кислородом, понятное дело, будет СО2, вы это уже знаете из свойств кислорода, мы здесь просто с другой стороны зашли. Ну, и с фтором будет СО6, сера будет в плюс 6, в самую максимальную, потому что фтор-силач, как вы уже знаете, и он возьмет все электроны, которые можно, все отберет. Будет СО6. С азотом не реагирует. Это прям запомните, это вещь часто спрашивают. Прикол в том еще, что азот вообще, вот в следующей теории, как раз по азоту, вы там увидите, что он такой довольно избирательный. Он еще не со всеми металлами будет реагировать, он хорошенько подумает перед тем, как с кем-то вообще вступать во взаимодействие. Ну, с серой, конечно, он не будет. Четвертое свойство. СОСЁЛАЧАМИ. И с исчелочами будет реакция диспропорционирования. Страшное слово, мы с вами с ним знакомились, когда обсуждали реакции ОВР. Ну, это значит самоокисление, самовосстановление. То есть сама себе даст электроны, сама восстановится, сама окислится. Такая прям самостоятельная сера. Что произойдет? Вот она у нас здесь была в степени окисления 0, простое вещество. Она в качестве окислителя поменит степень окисления и перейдет в минус 2. А в качестве восстановителя повысит степень окисления и перейдет в плюс 4. Вот внимание, не в плюс 6, не сульфат, а именно сульфид. То есть можно как удобно запомнить, да, если со щелочами будет сульфид и сульфид. И тот и тот вариант, там последняя буковка только отмечает. Ну и вода, просто чтобы аж куда-то ушел. Вот она будет вода. И пятое тоже свойство, это с кислотами и окислителями. Но самые популярные ЕГЭшные кислоты и окислители касательно серы, это азотка концентрированная и серная концентрированная. Здесь тоже, смотрите, ситуация интересная. Ну что будет происходить? Сера будет восстановителем, раз кислота у нас окислитет. Азот будет плюс 5, перешел в плюс 4, понизил, потому что он окислитель. А сера должна повысить. И сера пойдет в плюс 6. Вместе с азоткой. А вот с серной кислотой, сера пойдет в плюс 4. То есть серная концентрированная послабее будет, чем азотная концентрированная. Поэтому серная концентрированная серу загонит только до плюс 4, а азотная аж до плюс 6 до максимума. Ну и, кстати говоря, вот эта реакция, здесь, смотрите, тоже ситуация интересная, потому что восстановителем является наша сера. А окислитель, по сути, тоже сера. Вот это вот, из плюс 6. Вот, поэтому они как бы сойдутся. Это у меня нолик такой странненький получился. А поэтому они здесь сойдутся в степени сныния плюс 4. Вот можно так запомнить, что они как бы, ну, какой-то компромисс ищут между плюс 4. Ну, действительно, между нулем и плюс 6 только плюс 4 осталось. Плюс 2 она нестабильная, никому не нужна. Вот поэтому плюс 4 здесь получится. Вот такая вот история с серой. Мы закончили со свойствами серы. Но, как я вам обещала в самом начале, касательно серы, не так интересна сама она, как и её многочисленные, интересные, часто встречающиеся в ЕГЭ соединения. Вот с самыми популярными мы разберёмся тоже здесь заодно, потому что делать отдельные какие-то теории это, ну, не имеет смысла. Лучше вы прямо вот сейчас, нерентабельно это так скажем, вы лучше прямо сейчас, прямо когда вы вошли в колею, изучили серу, посмотрите заодно сразу свойства её соединений. Это наиболее удобный способ изучения свойств соединения серы. Ну вот, в частности, сероводород. Кто это такой? Это газ, бесцветный, с запахом ярко выраженным тухлых яиц. Это так везде говорят, пишут в ЕГЭ. Ну, действительно, просто с тухлыми яйцами, я думаю, что плюс-минус все так или иначе были знакомы в своей жизни. Ну, представляете, что это за запах, да, ну, там, открываете холодильник, где что-нибудь стухло, не прокисло именно, а стухло, и вот пахнет сероводородом. Но на самом деле больше всего запах сероводорода напоминает не тухлые яйца, а тухлое мясо. И вот тут, знаете, я так думаю, что большинство здесь медики будущие собираются куда-то в мед поступать, и у вас тогда 100% будет экскурсия в морг, и вот там-то вы прямо чётко учуете запах, максимально схожий с запахом сероводорода. Это, ну, такой до тошноты сладкий запах портящегося мяса. Он такой прям характерный, вот это как раз про это. Вот. Так что готовьтесь. Ну, прям, действительно, ну, дыхание закладывает, и неприятие вот это вызывает именно сладость запаха. Какая-то нездоровая, нехарактерная сладость запаха. Вот. Именно от неё противно. Как получают сероводород? Эти все реакции вы уже знаете. Мы их повторяем с другой стороны. Заходим, смотрим на них с другой стороны. Не с позиции, например, свойств водорода или свойств серы, а с позиции получения сероводорода. Просто напоминаем сами себе то, что уже должны знать. Из простых веществ. Ну, понятное дело, сероводород нагреваем, получаем сероводород. Вроде как вообще, даже на словах всё понятно. Из сульфидов металлов, ну, с кислотами, да. У нас здесь происходит обменная реакция. Цинк хлор-2. С чего это у нас цинк на железо резко переменился? Ну, решил какую-то атомную реакцию здесь провести. Ну, понятное дело, цинк хлор-2 у нас здесь будет. И H2S. Просто обменная реакция. Из сульфатов. Здесь, смотрите, магний СО4. И должно быть что? H2 выделится. Да? Да. Если бы у нас не было вот этой вот добавочки, проконцентрированной серной. Сконцентрированной серной история будет немножко другая. И здесь выделится вот этот H2S. Это ОВР, кислительно-восстановительная реакция. Здесь магний у нас был в степени окисления 0. Ну, что это будет делать? Повысил до степени окисления плюс 2. Сера была в степени окисления плюс 6. Понизила до минус 2. Это именно сконцентрированной серной кислотой. Потому что, если бы была обычная серная кислота, разбавленная, мы бы прореагировали как обычно. Магний СО4 плюс H2 выделился. Химические свойства сероводорода. Ну, во-первых, это горение, то есть окисление кислородом. Сера, вообще, говорила вначале, еще раз повторюсь, такая шустрая, непостоянная, она между своими степенями окисления очень быстро туда-сюда переходит. Вот, например, то же самое с вот этой вот реакцией. H2S с кислородом мы можем и СО2 получить. В классическом случае так и происходит. А можем и серу саму, если недостаток будет. То есть здесь все зависит от того, в каких пропорциях мы возьмем сероводород и кислород. С оксидом серы. Вот та же самая реакция, мы о ней тоже уже говорили, это получение серы из отходящих газов. Вот металлургическая промышленность, коксовая промышленность. То же H2S и СО2 нагреваем с катализатором, получаем серу и воду. Сера также реагирует с водными растворами галогенов. Тут вот, кстати, давайте прям распишем, чтобы увидеть, что это ОВР. У серы здесь степень кисления минус 2, у галогена здесь будет 0, простое вещество. А что происходит? Сера повышает свою степень кисления, становится плюс 6. Хлор понижает, как окислитель степень кисления становится минус 1. То есть мы получаем в итоге 2 кислоты. Ну и вообще-то говоря, сероводород не просто газ. Сероводород слабая кислота, которая дает соль, сульфины. Она действительно слабая, плюс она еще летучая, но этот же газ улетает сразу. Как только в реакциях получается, сразу, может быть, если вы в школе приучены, пишите стрелочку вверх, да, что сероводород, газ сразу улетит куда-то. Вот поэтому она реагирует только с чем-то уж, ну прям, сильным. То есть, например, с сильной щелочью. Да, получится калий-2С, получится вода. Или, например, вот эта вот реакция, потому что тут выпадет осадок у нас. Плюмбум-Эс, черный осадок, такой характерный, быстро реагирует свинец с серой. Поэтому вот эта вот реакция тоже пройдет. Ну, в общем-то, в принципе, все свойства кислот, они справедливы и для сероводорода тоже, потому что тоже кислота, просто будут реакции темнее, хуже, не так активно. Ну, потому что это газ, он улетает, и кислота сама по себе слабая. С сероводородом все, ну и остались нам оксиды серы. Из оксидов серы есть два главных героя, это СО2 и СО3. СО2 оксид серы 4, СО3 оксид серы 6. Оксид серы 4 называют еще серонистый газ. Агрегатное состояние СО2 это газ бесцветный с запахом жженых спичек. Почему жженые спички? Потому что это, по сути, и есть газ, получающийся при сжигании спичек. У нас же сера на коробке. Мы там это дело проводим. На спичке сера мы там проводим. Сжигаем ее. У нас получается реакция С плюс О2. Горит на воздухе с кислородом. И что мы получаем? СО2. Вот он, пожалуйста, запах жженых спичек, он и есть. А СО3 это жидкость бесцветная, без запаха. Причем, вот тут я вам привела какую-то странную, как будто бы снег набили в колбу. На самом деле это что? СО3 это жидкость, но она сильно дымит. И поэтому, как только вы ее куда-то заливаете, особенно если там есть вода еще, это все сразу дым переходит. Сразу заполняется это клубами такого густого белого дыма. Вот, поэтому СО3 выглядит в колбе вот так вот. Видите, как будто снежок сюда насыпали. На самом деле это жидкость. Просто она такая дымящаяся очень. Получение. Для СО2, вот смотрите, сколько способов. Для СО3 всего один. Тут все попроще. Ну, все реакции эти вы тоже уже знаете. Мы просто их повторяем, закрепляем материал. СО2. Окисление серы и окисление сероводорода. Это все мы только что писали, это тоже только что разобрали. Из сульфидов. Что будет у нас? Это сложное вещество с кислородом. Недавно совсем проходили. Магний О и СО2. То есть оба элемента из сложного вещества пошли в оксиды. Ну, сера пошла в свою любимую СО2. Из сульфидов. Тоже такая же реакция. Причем, смотрите, это же реакция обмена типичная. Что должно быть? Они должны поменяться. То есть натрий хлор, поваренная соль и H2SO3 кислота. Но, я надеюсь, вы знаете, помните, что вот эта кислота нестабильная. И чуть что она сразу распадается на СО2 и на воду. Поэтому в реакциях часто пишут, на самом деле, правильно писать сразу продукты СО2 и H2O, которые статичные продукты. Потому что H2SO3, да, она образовалась. Секундочку там посуществовала какую-то и сразу распалась. Мы пишем стабильный продукт, который уже конечный. И вот конечными продуктами являются именно СО2 и вода. А еще один момент. Мы СО2 можем получать из сульфатов тоже. Если вы конспект ведете, классно, отлесните чуть-чуть назад. Посмотрите, когда мы разбирали получение сероводорода. Там была аналогичная реакция. И получали мы тут H2SO3. А тут вот СО2 с какого-то перепуга. На самом деле, опять же, серо быстро мечется между своими степенями окисления. Поэтому мы в этой реакции, по секрету вам скажу, даже вот так можем. Плюс серо, плюс H2O. Саму серу можем получить. То есть до чего там опустится вот эта степень окисления плюс 6? Либо до плюс 4О, либо до минус 2, либо до нуля. Это зависит от условий реакции. Ну, здесь вот просто нагревают, но там условия на самом деле в жизни подбирают кропотливо. Температурный режим, время реакции, какие-то особые катализаторы. Просто для ЕГЭ вам важно знать, что возможно и такой вариант возможен, и такой вариант возможен. Все зависит от условий. Ну, в данном случае, ну вот критичным является нагрев. Но это тоже так условно, чисто на бумажке. Это что касалось СО2. Для СО3, смотрите, все попроще. Эту реакцию вы уже знаете. Причем это типичная каталитическая реакция в анадии 2О5. Здесь такой прямо занял свое место и никуда не уходит. Именно вот здесь и будет катализатором. Из оксида серы плюс 4 окисляем его, получаем оксид серы плюс 6. Все. Один метод получения больше не дано. Единственный вариант, как мы можем завезть в степень окисления плюс 6, получить СО3. Теперь химические свойства. Химические свойства у этих оксидов похожи очень. Разница только вот в первом, касательно окисления кислородом. Это мы уже все знаем из темы свойств кислорода. Мы знаем, что, ну, вот эту реакцию только что обсуждали, да, здесь есть куда повысить, поэтому реакция пойдет. Здесь плюс 4 в плюс 6. А здесь некуда повысить, здесь уже плюс 6, уже максималочка, поэтому реакция не идет. А остальные свойства аналогичны. Вот с водой получим кислоту, но только соответствующую кислоту. Здесь у нас было СО2 в степень окисления плюс 4, поэтому в кислоте тоже будет плюс 4, получим H2SO3. Здесь было СО3 в степень окисления плюс 6, поэтому в кислоте тоже будет плюс 6, будет серная H2SO4. Вот главное не запутаться с тем, какая должна быть кислота. Ну, тут вы знаете, можно чисто математически поступить. H2SO в сумме 3. Вот она получилась. Здесь тоже H2SO в сумме 4. Ну, просто такая математическая шпаргалка. С основными амфотерными оксидами и тот, и тот оксид, как кислотные, типичные кислотные, да, и СО2, и СО3, они дадут соль. Вот, пожалуйста. Только тоже нужно быть внимательными с тем, какую конкретно соль, от какой кислоты. Здесь правило точно такое же. Здесь было плюс 4, значит здесь тоже должно быть плюс 4. И будет сульфид, кальция. А здесь было плюс 6, значит здесь тоже должно быть плюс 6, сульфат, кальция. Причем здесь тоже работает математика. И да, если мы сложим кальций СО3, и тут кальций СО4, то же самое. Но главное быть на чеку, внимательно всегда проверять, что вы правильную соль написали. Ну и тоже свойства кислотных оксидов. С щелочью, с амфотерными гидроксидами мы получим соль и воду. Здесь правило А5 такое же. Было плюс 4, значит будет плюс 4. Именно это соль, сульфид. Было плюс 6, значит будет плюс 6 тоже. Получим сульфат. Вот и все. Ну что, я вас поздравляю. Мы закончили с серой полностью. Ну как вы видите, касательно серы, ну не столько интересна она сама, сколько ее многочисленные соединения. Их свойства тоже важно знать. В принципе, вы все это дело уже знаете. Мы просто это в памяти освежили и структурировали, для того, чтобы у вас это было все в одном месте, все, что касается серы. Если есть какие-то вопросы, не ждите семинара, можно сразу их задать в группе или мне написать в личку. А так, жду вас всех на семинаре. На сегодня мы с вами закончили. Все. Информации больше не будет, можно выдохнуть. Понимаю, что ее было сегодня немало. Ну вот, приходится, да, серы такой элемент интересный, капризный. Спасибо, что дослушали до конца. Мне было очень приятно рассказывать вам сегодня эту теорию про серу и всякие интересные рассказики, которые у меня связаны с этой темой. Ну а на сегодня мы заканчиваем. Всем удачи, не волейте. Всем пока. Продолжение следует...